В общем, короткое видео, как сделать и как работает лексический анализатор. Покажу на своей программе. Она еще не доделана, но суть понять можно, чтобы начать писать. Так, это надо свернуть. Не тот проект. Да, вот сейчас откроется. Постараюсь понятно объяснить. Здесь главный класс, в котором функция main называется translator. Ну, можно назвать как угодно. Вообще все, что угодно, можно назвать как угодно. Здесь, собственно, нет почти ничего интересного, кроме... Есть пара методов. Сейчас я тоже объясню, для чего они. Метод, чтобы считывать из файла. Считать все из файла и превратить все в строку. Ну, это опциональные. Можно сразу перекладывать файл в лексический анализатор, если захочется. И просто функция служебная, которая формирует путь до файла, который лежит в текущей директории. Это нужно, чтобы файл не создавался где-то рандомно на диске, а был именно в нашей директории файл с результатами. Вот такие получатся результаты. Вот. Все, что делает функция main, это фактически отдает строку лексическому анализатору. Причем мы используем вот эту конструкцию, чтобы считывать название файла из... название файла из строки при запуске. То есть сейчас я покажу. Вот, программ arguments. Это как раз аргумент, с которым запускает программа. Здесь написано код txt. Это файл, из которого будет считываться. Он сейчас вот такой конструкцией заполнен. Здесь есть непонятный символ. Все остальное, в принципе, валидный код и должно распознаваться грамматикой. Позже увидим, действительно ли это так. Здесь проверяем, действительно ли передался аргумент. Если не передался, то просим установить и завершаем. Все, ну само все завершается, потому что до конца доходит. А если есть действительно такой аргумент, то мы читаем. Вот здесь создаем объект. И передаем ему в конструктор, в строку. Вот эта вот, вот эта штука, readFile. Оно возвращает строку, вот здесь вот видно. GetOutput, это как раз путь до файла из args.0. В принципе, здесь все понятно. Просто с помощью этих функций делается строка. Ну, берется строка из вот этого файла. И она передается в объект. И название файла, в котором должен быть вывод. В общем, создается объект класса Lexer. Сейчас посмотрим класс Lexer. Здесь много всего. Это, в общем-то, сам лексический анализатор. Здесь есть какое-то количество констант. Вообще, их должно быть здесь намного больше, но мне просто лень их придумывать. Длина. Да, у меня лексический анализатор работает на детерминированном автомате, поэтому у меня есть 7 разных автоматов, на которые делается Epsilon-переход. И здесь у меня, собственно, эта константа обозначена. Это нужно, чтобы делать массив. Вот, когда мы там создаем объект в том файле, вызывается вот этот конструктор. Он принимает строку и output file name, то есть имя файла для вывода. Создается этот файл, а дальше запускается функция parse. Сейчас это работает не совсем правильно, потому что как бы вывод должен последовательно Lexer отдавать. Это очень просто переделать. Я, скорее всего, в конце объясню, как. Я просто еще, руки у меня до этого не дошли. Вот, создается файл. Ну, здесь, в принципе, ничего интересного нет. Можно посмотреть, потом будет код, наверное. Да и вообще можно, он есть на GitHub. Служебных функций довольно много, которые нужны для работы с файлами, а фактически к литическому анализатору никак не относятся. Самое ключевое здесь функция parse, вот, в которой организован цикл. Потом функции, которые проверяют состояние автоматов. Ну, и сейчас с последованием пойдем и разберем функцию parse. Создается массив, который называется states, массив intов. Он хранит состояние, а init states — это функция, которая возвращает массив с единицами. У меня в системе стартовое состояние всех автоматов — это единичка. Ноль означает, что автомат сломался, а минус означает, минус какое-то число, то есть отрицательный int означает, что состояние финальное. Положительное число означает, что состояние финальное. Это я сам придумал. Можно делать не так, конечно, можно просто запоминать номера, какие финальные, какие нет, но так просто и проверки проще организовываются и ориентируются. Ну, здесь вот находим длину строки, которую нам передали, то есть длину всего файла. Переменная lastFinalState отвечает за то, когда, на каком символе последний раз, то есть как это происходит. Сейчас я напишу такой вот файл. Ну, допустим, такая строка. ABC 1.1. Вот так. И мы идем A. Сразу автомат с идентификаторами на A уже говорит, что A это успешный идентификатор, возвращает состояние, у меня это минус 6. То есть сразу же есть финальное. И тем самым перезаписывается A. Ну, не A перезаписывается, а перезаписывается вот эта функция. Где она? А вот, lastFinalState, и она будет уже 0, потому что на нулевой позиции у нас было последний раз финальное состояние. Потом идем B, а все автоматы при этом на A уже сломались. То есть мы идем просто... Мы просто идем по строке и сохраняем массив. И каждый раз мы передаем его. Сейчас будет видно, я надеюсь. То есть вот, мы идем по строке в этом цикле, запускаем функцию Identify, передаем все состояния автоматов, текущие. Это не те... Ну, вначале они, конечно, все единичками забиты, но оно их изменяет внутри функции. И мы передаем текущий символ, потому что автомату не нужна целая строка, ему нужен только символ, и он может по состоянию и символу сказать, ломается он или возвращает какое-то другое состояние. Сейчас я покажу Identify. Вот. Это функция, которая работает как Epsilon Переход. Она просто запускает много автоматов. Она запускает много автоматов, передает им символ и текущее состояние. А автомат, соответственно, возвращает новое состояние, или он может вернуть также 0, что значит, что он сломался. Вот функция, которая забивает единицами. Здесь ничего интересного. Как работает автомат? Я покажу 1. Это для Int, то есть это целое число. Принимается символ, принимается состояние. Я это сделал с Витчами, Чао и показывал, как это делать тифами. В общем-то, разницы никакой нет. То есть, в случае, когда придется 1, то есть начальное состояние, проверяется, если символ это цифра, значит, возвращаем минус 18. Минус 18 это какое-то состояние у меня. У меня должны быть они константами, но их пока нету. Возможно, я их сделаю. То есть, когда мы получим минус 18, это означает, что предыдущая лексема имеет состояние минус 18, а где-то у себя мы уже знаем, что минус 18 это целое число. А если передается минус 18, то мы возвращаем тоже минус 18. Соответственно, если ни 1, ни минус 18, то автомат ломается. То есть, как это выглядит. Сначала автомат, допустим, у нас есть такая вот строка и здесь D. Вот, допустим, вот так. Первый раз вызывается на единичке. То есть, как происходит распознавание инта, я объясняю. Мы запускаем сразу все автоматы, натравливаем с помощью identify на эту строку. Сначала читаем первый символ и отдаем его во все автоматы с состояниями текущими. Вначале это единички, но они меняются с помощью вот этой функции. На единичку ломаются все автоматы. Ну, допустим, что все, у нас нет других чисел, кроме intов. Идентификаторы, то есть, не могут начинаться цифры. Ломаются все состояния. То есть, у нас везде остались нули, а int вернул минус 18. Но мы на этом не заканчиваем. Мы просто сохраняем в переменной lastFinalState позицию, то есть, 0 в строке. И идем дальше. И те же состояния, уже которые мы получили снова от этой функции. Идем дальше. У нас уже вторую единичку стравливаем всем автоматом. И минус 18, и смотрит он опять цифра, и опять возвращает минус 18. И так, этот автомат будет работать, 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 пока не встретит d. на d он сломается, потому что здесь нету такого, ну, нельзя делать буквы. Как только все автоматы сломаются, как только все автоматы сломаются, вот, если все автоматы сломаны, are allbroken проверяет, что в states все заполнено нулями. Тогда мы проверяем, если у нас lastFinalState 0, что это значит? если lastFinalState 0, это значит, что у нас ни разу не было финального состояния. А это значит, что мы не можем распознать этот символ, который сейчас есть. То есть мы начинаем, и сразу же все автоматы сломались, ни разу не встречилось такого символа, чтобы и финальное состояние появилось. Это значит, что символ не из нашей грамматики, и нам нужно сгенерировать ошибку. А если у нас было финальное состояние и все сломались, то что мы делаем? Мы говорим, что да, действительно распозналась лексема от того момента, как мы начали это считать, то есть от starting position, вот это переменное. это, конечно, все запутано. То есть мы идем раз, два, три, и на четвертом пробел, и все автоматы сломались. Что делать? У нас было финальное состояние, оно было на символе три. То есть ABC это лексема, и мы ее возвращаем. У меня не возвращается, у меня создается объект, токен, который называется, я чуть позже покажу этот класс. В общем, не суть, главное, что мы распознали. После этого что мы делаем? Мы возвращаемся к символу на следующий после финального состояния обязательно, сейчас я покажу, где у меня это делается. Last last final state 0, а нет, все-таки last final state хранит состояние, а не индекс, но это неважно. Last position with final state хранит индекс. Вот, мы переводим его на на i, то есть последний раз позиция была та, и starting position мы берем следующее и дальше все автоматы снова инициализируются нулями, единицами, и мы идем сначала распознавать, то есть попробую сейчас объяснить на примере, как это происходит. Идем A, B, C, какие-то автоматы ломаются, но хотя бы один автомат еще жив. На пробеле сломались все автоматы. Что мы делаем? Мы говорим, что действительно лексема распознана, потому что на третьей позиции действительно последний раз был успешный, успешное финальное состояние. мы генерируем это и переходим на следующий символ и продолжаем цикл с него, то есть мы возвращаемся на какой-то момент. Но чаще всего мы не возвращаемся, потому что как бы это объяснить. Возможно, такая ситуация, когда мы пойдем дальше и у нас будет что-то длитное, но допустим, там есть такого вида числа, 1.1, D, а потом должно быть какой-то плюс и целое число. Допустим, есть такой терминал в грамматике. И мы идем, и есть также терминал 1.1 просто. Допустим, наши автоматы идем 1.1 распознано, успешно, есть финальное состояние, то, что это вещественное число. Потом идем D, успешно, распознано, плюс, а потом, допустим, у нас ничего нету. И получается, что это какой-то неопознанный символ. Но финальное состояние последний раз было вот здесь. То есть, все-таки лексема у нас есть. И что мы тогда делаем вот в такой строке? Мы говорим, что мы распознали цифру, а возвращаемся вот на эту позицию. Вот это происходит вот здесь, то есть, starting position и плюс 1. И обнуляем, точнее, не обнуляем, а единичками заполняем все состояния, чтобы как бы начать распознавание сначала. И начинаем дальше. Ставливаем сначала D, возможно, ну вот сейчас понятно, что автомат идентификаторов не сломается с этого. И на плюсе все опять сломались, нету такого символа в грамматике. И мы говорим, ну и последний раз состояние было на D. Он говорит, что это целое число, это идентификатор, и, ну как бы, пофигу, что пробела нет, это уже будет определить синтаксический анализатор. А нам сейчас важно то, что это. Потом, как бы, после того, как мы распознали идентификатор, мы снова возвращаемся на эту позицию и дальше снова обнуляем автоматы, ну не обнуляем, а заполняем единицами и дальше стравливаем. Дальше идет символ плюс, на нем сразу все сломались. И финального состояния не было у нас ни одного, то есть мы заполняем в этом моменте финальное состояние нулем, и оно у нас все еще ноль, потому что ни в какой момент вот этого распознавания не было финального состояния. Сразу все автоматы сломались. Мы попадаем вот в эту ветку. Эта ветка генерирует тоже токен, но с состоянием ноль. У меня так обозначается ошибка, то есть токен с финальным состоянием ноль. Если есть ошибка, то как бы что-то не так. Вот у меня, например, вот в этом файле есть решетка. Решетки у меня в грамматике нет. Она не распознается. То есть автомат здесь вот распознает пробел, потом все реинициализируется, потом на решетке все ломаются без финального состояния. И генерируется ошибка. Сейчас я покажу, как это выглядит. Вот. У меня выводится в консоли, файл тоже сейчас вводится, в консоль не надо выводить, это я временно сделал. Вот. Распознается паблик, допустим, как идентификатор. Позиция с нулевой по пятую, состояние минус 6. Состояние минус 6 обозначает идентификатор. Потом пробел. Пробелы, вообще любые разделители, минус 13 у меня состояние. Статик, тоже идентификатор. Ну, у меня нет таких ключевых слов в грамматике, поэтому это все считается как имена переменных. Седьмой по двенадцатый тоже минус 6. Итак, все распознается и смотрим. Вот она решетка с 41 по 41 и состояние 0. 0 это значит, что ошибка. И нам нужно разобрать весь наш файл. Вот он, наш файл. И он успешно разобрался по состояниям. То есть мы можем сделать строку, которая необходима в дальнейшем для работы синтактического анализатора. Потом, что из себя представляет класс токен. Здесь много служебных функций для вывода в файл, вывода в консоли. Это все не нужно, на самом деле. Здесь просто заполняются переменные внутри в конструкторе. А принципиального... Ну, этот класс, он просто хранилище данных о токене. То есть для каждой лексе мы позиция начала, позиция конца, сама строка, вот которая вот здесь выводится и состояние. То есть очень удобно будет принимать такие объекты синтактическому анализатору, объекты этого класса. Мы их генерируем так. Лексер. Вот. Токен, токен, new token, starting position, starting position. Это для ошибки. Просто ошибка может быть только на одном файле, ну, на одном символе и позиция начала в ошибке всегда совпадает с позицией конца. Substring это функция для подстроки, чтобы вырезать подстроку, она нужна, чтобы заполнить, собственно, вот это как раз, вот эти вот все, ну, как бы, визуальные представления и состояние, которое было распознано. Здесь ошибка, а здесь создается такая же ситуация только для успешного распознавания. Starting position, last position with final state. Это с какой позиции и по какую символ мы распознавали, потом подстроку и состояние, собственно. А это в этом же классе есть я сделал методы, чтобы напечатать это в консоль и напечатать в файл. В файле в точности такая же штука, просто работает по-другому. Ну, как бы, в файл, понятно, дело, что не system out, print.v, а нам надо печатать. В общем-то, надеюсь, что понятен механизм. код можно посмотреть. Что еще есть? Нам нужно делать таблицы, которые называются хеш-таблицами. Я сейчас постараюсь объяснить, как они работают и почему мы не можем для этого просто использовать списки. Я еще пока тоже ничего не добавляю в хеш-таблицы. Вот, то есть, в успех, когда у нас успех и состояние, допустим, минус 6, то есть, это идентификатор. Нам нужно добавить имя переменной в таблицу с именами переменных. Я к вас уже написал, но пока что я этого не добавляю. Не успел пока этого сделать. Объясню, как работает этот хеш-табл. В конструкторе у меня принимается длина массива. Длина массива это... Фактически в основе этой таблицы лежит массив. То есть, вот он, массив стрингов, который называется на table. И длина массива. Длина массива задается, может быть любой. Я, наверное, побольше лучше. Как бы тут нужно искать оптимальный вариант. По-моему, Чавы говорят, что лучше в 2 или в 3 раза больше, чем токенов разных состояний. Чем больше делаем массив, тем больше памяти он занимает, соответственно. Но зато у нас больше вероятность, что доступ к данным будет быстрее. Я надеюсь, что это сейчас будет понятно, почему. Это ничего. Самое главное в таблице это хэш-функция. Что делает хэш-функция? И зачем нам вообще нужна хэш-таблица? Хэш-таблица выбирает каждому слову по какому-то алгоритму. Допустим, у нас есть слово sperl. Допустим, такое вот слово. Допустим, это у нас имя переменной. И хэш-функция должна каждому слову в каждой строке сопоставить индекс в таблице в каком-то диапазоне, потому что длина массива ограничена. То есть, допустим, sperl будет соответствовать индекс 3, а всего, допустим, у нас в массиве 5 ячеек. Это, наверное, не стоит записывать. 5 size of array. Допустим, для sperl будет 3, а для слова, не знаю, там, bird эта ячейка будет 4. Фактически, мы ну, как бы, мы в этот класс, класс представляет собой таблицу. Мы добавляем туда слова вот в этот массив. Но почему мы просто не можем использовать список слов? То есть, логично, что мы можем сделать список слов и туда просто запихивать слов, сколько хотим. И он даже будет сам расширяться, не надо ничего делать. Эта вот хеш-таблица нерасширяемая у нас получается. Но почему так нельзя сделать? Потому что в связанном списке, чтобы добраться до до какого-то элемента, допустим, нам нужно обратиться там, пятый элемент по индексу, чтобы добраться до него, нужно пройти каждый элемент до него. Это не оптимально. А смысл хеш-таблицы, чтобы запомнить эти слова и было намного проще до них добраться. То есть, смысл хеш-функции в том, чтобы она как можно больше, как можно равномернее распределяла слова по 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 таблице. То есть, фактически, мы просто засовываем в таблицу слово и говорим, что вставь-ка мне слово на это место. Точнее, не на это место, оно само выбирает место и возвращает индекс. Сейчас я покажу, наверное. Так, это закомментируем. Хеш- хеш-табл ht равно ой ht равно new хеш-табл Только у меня импортировал стандартный. Так, покажи мне com хеш-табл с хеш-табл. Да, правильно. Вот это как раз в пакедже хеш-табл этот класс находится. Здесь надо указать размер таблицы. Допустим, это будет 50. Ну, не важно. Дальше мы делаем ht точка. Какие у нас есть методы. add, вот есть add, чтобы добавить в таблицу. Get hash. Вот, кстати, get hash это служебный метод, но мы можем посмотреть, какой хеш сопоставляется тому или иному слову. Сейчас, как работает моя хеш-функция, чуть позже я объясню, как она работает. допустим, слово hello и нужно сделать sout. Ну, это вывод, в смысле. Так, делаем вот так и смотрим, запускаем. Так, что, а, ну да, я не поставил точку запятой. Вот, 35. То есть, из 50-ти к слову hello моя хеш-функция поднабрала индекс 35. Давайте посмотрим, что для разных слов будут разные индексы. Здесь будет слово sparrow. Вот, допустим, будет такое слово. 23. То есть, фактически, хеш-функция это основа хеш-таблицы. Она слову сопоставляет индекс. в таблице. Как это сделано? Можно придумать свою хеш-функцию, это даже нужно сделать, потому что, потому что, это очень такое творческое. У меня, как это происходит? я просто прохожусь по строке, преобразую символ строки к intu, прибавляю его в переменную, которая будет индексом. То есть, просто иду, допустим, а, это там 35 в нашей кодировке, преобразуем к intu получается 35, к индексу прибавляется 35, и еще умножается на i. Я это сделал, чтобы, мне кажется, так будет более равномерно распределяться. Потом прибавляем step, я чуть позже объясню, для чего он нужен, и потом делаем деление по модулю на длину массива, чтобы у нас не превышало массив. И все, и возвращаем. То есть, соответственно, функция add, что она делает? Вызывает git hash и смотрит, нет ли коллизий. А если есть коллизии, то она выбрасывает исключения. Что такое коллизии? То есть, возможен вариант, когда у нас два слова возвращают один и тот же индекс. Есть разные способы, как с этим бороться, и здесь начинаются проблемы, вот как раз. Hash-tablets в том, что, конечно, алгоритмы, вот все вот эти, они не могут обеспечить двум разным словам. все равно индекс-то меньше, чем слово, а слов может быть очень много разных. И каждому из них будет сопоставляться индекс. Они должны быть более-менее равномерны, но они все равно будут повторяться. Допустим, у нас есть два слова с одинаковым индексом. Вот сейчас у нас не получилось, у нас разный индекс. И мы начнем сейчас использовать метод add в нашу таблицу. Вот, он будет добавлять в таблицу эту строку. Add. Так, а что не так? Ага, ну, так, код surround with dine. Print when void. Мм, да, она ничего не возвращает, странно. возможно я не доделал, хотя мне казалось, что доделал. Вот, добавляем строку hello в нашу таблицу. И можно еще один, кроме добавления, ну, добавления в таблицу, есть метод, чтобы проверить, есть ли слово в таблице. А, вот, получить индекс таблицы, вот как это сделано, для определенного слова. То есть, для hello. Делаем вот так. так, ага, сейчас, тут тоже выкидывается свое исключение, если, но сочи элемент, вот, если нету в таблице, get index, вот, нам нужно его вывести. Да, вот, мы сейчас узнаем, какой индекс он получил, ой, нет, у нас, вот это зря мы оставили. слово hello на 35 месте. Сейчас я, наверное, убавлю хэштаблицу до 3, или до 2 даже, давайте до 2, чтобы продемонстрировать, что это зависит от, это тоже закомментируем, что это зависит от размера таблицы, потому что мы там выполняем деление по модулю. То есть, на позицию 1, а у нас сейчас есть 0 и 1, 2 позиции в хэштаблице. Давайте теперь попробуем, нужно найти сейчас вот такое слово, которое тоже будет возвращать 1, чтобы получить коллизию. Я объясню, как я с этим борюсь. Допустим, это будет хэлок какой-нибудь, сейчас посмотрим, что он. Он 0, вот видите, не повезло. Хэлок и кэ. Тоже 0. Вот, кстати, хэлок и кэ. Давайте возьмем их. Они оба возвращают 0, и у нас, соответственно, образуется коллизия. хэтэ точка эд. Хэлок и кэ. Вот, у нас 2 места в таблице есть. И сейчас мы выведем, какие индексы они получили. хэлок, хэлок и кэ. Они получили индексы 0 и 1, хотя для обоих хэшей был 0. В чем проблема, почему так, почему мы так боремся с коллизиями. Для этого в нашей хэш-функции есть переменные, которые называются степ, то есть шаг, но фактически, наверное, лучше перевести, как сдвиг, насколько мы сдвигаемся. Если мы идем в хэштаблицу, определяем ей индекс с помощью нашей функции, но смотрим, что место уже занято, наше, которое по индексу, то мы просто вызываем ту же функцию со сдвигом на 1 и получаем индекс на 1 больше. Смотрим так же. Есть там место. Свободно ли это место? Если свободно, мы туда вписываем. Не свободно, еще сдвигаем. И так, пока мы не пройдем все ячейки таблицы. Если мы прошли все ячейки таблицы, а места там нету, то значит, что таблица заполнена. Вот сейчас мы увидим. Давайте попробуем в таблицу с двумя ячейками добавить третий результат, ну, третье слово. Что мы получим? мы получили NoPlaceInTableException. Это exception, который я сам сделал. Он выбрасывается вот сюда вот. Когда нету места в таблице, а мы пытаемся туда заполнить. То есть, мы прошли полный цикл по таблице и везде нету места. Ну, правильно, потому что у нас уже хеллок, и хеллок как хранится. То есть, нужно следить, чтобы не превышать допустимый размер. Так. Что еще нужно сказать? То есть, я борюсь как? Просто с двигом. Как осуществляется поиск? Вот эта функция, на самом деле, делает поиск слова в таблице в нашей. Она берет, сейчас, наверное, лучше показать. GetIndex называется. Вот, GetIndexInTable. Она берет наш хэш от этой строки, которую мы передаем ей вот здесь. И сдвиг. Вначале сдвиг 0. Вот здесь и. И если содержимое в таблице совпадает с тем, что мы ищем, значит, мы возвращаем ей этот индекс, что действительно, ну, как бы, эта строка, которая нам нужна, находится под этим индексом. Чаще всего это будет выполняться для более-менее большой таблицы, это будет сразу первый результат. То есть, фактически, по сравнению с списком, где нам нужно, где у нас сложность алгоритма будет O большое от N, то есть, линейная. Здесь, ну, как бы, не то, чтобы O большое, ой, не то, чтобы O большое от единицы, но единица плюс, если, плюс-минус, плюс, если не везет, то плюс еще несколько чисел. То есть, самый худший, если у нас одно место в таблице осталось, и оно очень далеко от нас, то это будет O в степени N. Но это худший вариант, а в списке это, как бы, лучший вариант. Так что, преимущество хранения имен в хэш-таблицах очевидно с точки зрения алгоритмической. То есть, мы так же смотрим, так же, как и добавляем в точности, работает функция поиска в таблице. Если равно, то возвращаем индекс в таблице, на котором эта строка находится. Если не равно, просто идем дальше по циклу, пока не найдем. Если не нашли нигде, то здесь у меня выбрасывается исключение, что такого элемента в таблице просто нет. То есть, давайте посмотрим, ой, что я сделал. Допустим, у нас будет только хэллок, а мы будем искать в таблице хэллок. Увидим, что произойдет. Вот. Выбросилось исключение, но с отчэлемент exception. То есть, мы прошли полностью по таблице, но ничего такого не нашли в такой строке, которую мы ищем. Вот. В общем-то, все хэш таблицы одинаковые, кроме механизма разрешения колисий. То есть, вы можете не делать сдвиг на один, вы можете, ну, как я сделал, сдвиг на единичку. Вы можете сделать больший сдвиг, или вы можете, если первая функция, хэш функция, не удалась, то вы можете использовать несколько других, это называется пробы, или вы можете в каждом элементе хранить список и в него добавлять элементы. Это немного другой подход, нам вроде как про него не рассказывали, но он тоже интересный. Я так не делал, я сделал как проще. Вот. Нужно, самое главное здесь, это придумать функцию, которая из строки делает индекс, как можно равномерней. то есть особенно это актуально для маленьких идентификаторов. То есть A, B, C, D желательно, чтобы у них и у всех были маленькие индексы. Не маленькие индексы, а разные индексы. Вот. Собственно, мы должны добавлять это на этапе успеха лексему. Если у нас лексема идентификаторов, мы добавляем идентификатор в таблицу, получаем его индекс и потом отдаем синтактическому анализатору. Потом он как-то будет с этим работать. У меня сейчас функция parse просто парсит все и выводит. Но фактически функция должна называться parse next и она должна возвращать данные уже. То есть она будет вызываться не так у меня, как у меня в конструкторе, а вот отсюда, допустим, или из синтактического анализатора, чтобы взять следующую лексему, взять следующую лексему. Так будет работать синтактический анализатор и смотреть уже по лексемам. Будет смотреть по лексемам. Соответствует это нашей грамматике или нет. Лексический анализатор распознает только терминалы. Собственно, нам нужно сделать последовательность терминалов, а это последовательность терминалов это как раз последовательность вот этих вот состояний. Просто я еще какие-то дополнительные данные храню, типа позиции и саму строку. То есть для синтаксического анализатора это будет строка минус 6, минус 13, минус 6, минус 13, минус 6, минус 13. И он уже будет проверять, подходит это под нашу грамматику или не подходит. Вот. Это нужно выводить в файл, по-моему, по требованиям. И, соответственно, должна быть функция, чтобы получить следующую лексему. То есть, как только синтаксический анализатор просит, мы отдаем и это. В следующий раз он просит, отдаем это. Сейчас у меня этого нету, но это достаточно просто делается. Вот, в общем-то. И нужно еще формировать хэш-таблицу по ходу исполнения программы. Надеюсь, что было чуть-чуть понятно.